Я являюсь одним из организаторов сегодняшней сессии, наряду с моими коллегами Джон Перрис, Али Мерло, Данси Ванелла и многими другими, которые занимаются именно окружающей средой в рамках ИГФ. Я приветствую вас на сегодняшней сессии. Это первая главная сессия, которая касается окружающей среды в рамках ИГФ. У нас длительный список говорящих и модераторов, поэтому я не хочу отнимать много вашего времени, потому что мы хотим обеспечить время для них всех. Но я хочу поощрить вас всех, всех слушателей, чтобы вы пользовались чатом, чтобы вы делились своими комментариями, мнениями. Пожалуйста, пользуйтесь также функцией Q&A. Там вы можете задать вопрос нашим говорящим во время их презентации. Я хотела бы также обратиться к нашим панелистам, попросить о том, чтобы они говорили по мере возможности. Коротко, чтобы они не переборщали время. Когда останется одна минута, вы услышите звонок. Мы начинаем нашу сессию с 10-минутным опозданием. Из-за того, что поздно закончилась предыдущая сессия, постараемся это наверстать. Может быть, продлим немножечко сессию. Надеюсь, что вы сможете с нами остаться. Я хотела бы сейчас представить хозяина нашей сессии. Это господин Кристоф Шубарт из Польши. Из NCBR Investment Fund. У него 25-летний опыт в области ИЦТ. Он является опытным CEO. Он также был сотрудником и госсекретарем в Министерстве оцифровки. Он специализировался на телеинформационных решениях в регионе Центральной и Восточной Европы. Он сотрудничал с бизнес-клубом. В ноябре 2017 года он был избран одним из 100 звезд сектора ИЦТ в Восточной и Центральной Европе. Тут я закончу представление. Кристофа, я попрошу его взять слово. Большое спасибо, Тима, за то, что ты нас поприветствовала. Уважаемые гости, уважаемые дамы и господа, в первую очередь я хочу поблагодарить коллег за то, что вы меня пригласили, чтобы я модерировал эту сессию, которая касается окружающей среды в мире цифровой технологии. Мы много слышали о фортунах, о технологиях, в этом я разбираюсь, но давайте сосредоточиться на окружающей среде в нашей дискуссии. Я как бывший член МАК, я здесь сегодня с вами, как вы знаете, тема окружающей среды еще никогда раньше не была настолько ключевой в повестке дня нашего форума. Нам нужно присмотреться поближе к этой теме. Цифровые изменения и климатические изменения это две главные черты нашей цивилизации в эру пандемии, поэтому я тем более радуюсь, что мы сможем сегодня обсудить эти темы в рамках этой сессии. Может быть, вы помните, что в городе Катавица ИГФ будет сотрудничать с КОБ-2020. Это саммит, который состоялся в городе Катавица. Весь этот регион – это символ горнодобывающей промышленности в Польше. А сейчас это город, который быстро развивается. Многие компании сосредотачиваются на высоких технологиях, на информации. Это место, к которому стоит присмотреться. И сейчас между потреблением энергии и связь между потреблением, производством энергии и так далее является очень тесной. Я хочу вам напомнить, что мы разделили на три сегмента цифровые технологии с точки зрения уравновешенного развития, снижение климатического воздействия, оцифровка, а также контроль за данными для окружающей среды. Это все очень интересные темы. Мы решили разделить эту сессию на эти три тематических блока из-за того, что эти перспективы могут быть разными. С нами здесь многие панелисты, которые смогут высказаться на эту тему с разных ракурсов. Давайте посмотрим на инициативы и на способы, которые позволяют нам бороться с изменениями климата, которые позволяют нам строить мосты между разными секторами экономики. Это универсальный вопрос. Тут нет простых вопросов и ответов. Поэтому я хочу передать слово Гуису Нельсук из EO Global Enabling Sustainability Initiative. Господин Невис, я вам передаю слово на очередные 20 минут, потом мы вернемся к главной дискуссии. Спасибо большое. Большое спасибо. Я очень рад, что я могу взять слово и обсудить уравновешенное развитие меня зовут Невис. Я веду Global Enabling Sustainability Initiative. Это инициатива, которая сосредотачивается главным образом на технологических инвестициях, связанных с уравновешенностью, с уравновешенным развитием. Мы занимаемся этим уже многие годы. Это главная цель нашего существования, нашей работы. И я с удовольствием буду сегодня модератором этой сессии. У нас многие интересные участники дискуссии. Это, в частности, Ника Хараэрст из Амазонии. Большое спасибо за то, что вы присоединились к нашей сессии. Прежде чем я передам слово следующим говорящим, я хочу сказать несколько слов о том, чем мы занимаемся в плане изменений климата и окружающей среды в отношении уравновешенного развития. В прошлом году мы опубликовали два отчета. Один из них касался климатических решений в плане изменений климата. Оба отчета представляют данные, касающиеся того, что эти цифровые технологии могут сделать для того, чтобы замедлить эффекты изменений климата. Первый отчет представляет конкретные случаи, как более быстрый интернет, потом также технологии клауд и шеринг могут способствовать целям уравновешенного развития. И заключение этого отчета показывает, как можно приостановить эмиссии двуокиси углерода, как могут снизить эти эмиссии до 2030 года. Это все связано с ограничением обезвлесения, улучшением источников энергии, также более эффективного использования одобрений, лучшего использования транспорта и так далее. Второе отчет касается того, что эти цифровые новые технологии могут сделать для того, чтобы улучшить соблюдение законов. Также в менее развитых странах мы анализировали определенные вопросы, такие как строительство, энергоснабжение и так далее. Когда мы употребляем цифровые технологии, они могут снизить в значительной мере эмиссии двуокиси углерода даже на 10% для цивилизованных стран. Стоит подчеркнуть, что цифровые технологии могут приостанавливать эффекты изменения климата, но это должно сопутствовать решительными действиями на уровне компаний и на уровне стран. Я знаю, что этих перспектив множество, есть разные точки зрения. Я хочу подчеркнуть, что в нашей компании, в ТАСИ, мы стараемся присматриваться этим вопросом уже с 2007 года, мы издаем разные отчеты, разные заключения, которые мы делаем выводы из того, что мы видим. И это довольно сильные выводы, а именно такие, что цифровые технологии будут фундаментальными в плане изменения климата. Давайте послушаем наших панелистов. Я хочу передать слово сейчас двум первым высказывающимся, которые будут говорить о своей точке зрения, как цифровые технологии, те, которые существуют, и те будущие могут поспособствовать изменению ситуации, какие инициативы существуют в этом плане и что мы можем с этим сделать. Так что Маркус Вуст сейчас возьмет слово, который расскажет об этом. Большое спасибо. Приветствую всех. Благодарю за приглашение. Я буду говорить за Карин Сегвард. Надеюсь, что могу занять пять минут. Я покажу несколько иллюстраций, которые, надеюсь, вы увидите. Я попрошу Луиса, чтобы он подтвердил, что вы видите мои слайды, что вы видите эти имиджи. У меня несколько сносок в этой презентации. Если хотите ими воспользоваться, пожалуйста, посмотрите. Вы их найдете именно в этой презентации. В тот момент, когда вам будут эти презентации, эти слайды отправлены. Это наша целевая картинка. Когда мы начали заниматься этой темой в нашей министерстве в Швейцарии, Маркус, я извиняюсь, что перебиваю вас, но, пожалуйста, нажмите кнопку, чтобы был полный экран. Сейчас лучше, да. Мы начали четыре года тому назад заниматься этой темой. В университете в Цюрихе есть ученая группа, которая занимается уравновешенностью цифровых наук, интернета. С 2017 года существует эта группа и сосредоточивается именно на этой конечной картинке. И видим, что сектор ИЦТ сегодня создает больше эмиссии двуокиси углерода, чем снизила. Наша цель – это обратить, обернуть этот тренд, чтобы выпускать меньше двуокиси углерода, чем выпускаем. И появилось множество идей, как можно это осуществить. И такой набор идей был размещен на веб-странице университета в Цюрихе. Здесь сноска или ссылка на этот сайт. Если хотим углубиться в эту тему, что нам нужно сделать? Нужно присмотреться цепи ценностей. Вы, наверное, знаете эту цепочку. Очередной слайд. Я извиняюсь. Существует множество компаний, которые обязались снизить свой углевой след. Обычно компании сосредоточиваются на прямых эмиссиях, но все больше компаний принимают на себе такие обязательства в рамках своей цепочки поставок. И именно очень трудно к этому отнестись со стороны потребителей. Но я хочу вам показать такую упрощенную картинку экономического цикла. Этот рисунок показывает, что потребление не может быть автоматизированным. А решение о покупке – это то, что находится в центре. Того, что позволит нам перейти к третьему этапу, чтобы учитывать окружающую среду, а не только двоокись углерода. Я вам покажу всего лишь несколько примеров из Швейцарии. Есть разные возможности, которые можно употребить здесь. Например, что касается интернет-магазинов, в Швейцарии они уже пытаются внедрить те вопросы, которые связаны с окружающей средой. Это примеры. Это продавцы электронной техники, бытовой техники. Они стараются таким образом повлиять на свою цепочку поставок, на свою цепочку ценностей и перейти к третьему этапу. Также общественные институты должны принять решения, которые повлияют на все это. Это на самом деле главная инициатива, которую я вам хочу показать. Мы в Швейцарии имеем законодательство, которое касается госзакупок, касательно многих элементов, то есть, например, равной трактовки и так далее. Но мы в это законодательство введем новый критерий, который очень глубоко входит в вопросы уравновешенности. Этот критерий будет встроен в наше законодательство, будет влиять не только на госзакупки, но на самом деле на весь рынок труда, на рабочие места. Это данные, которые касаются продукта, изделия, которые встроены в структуру розничных продавцов. Это те данные, которые должны быть связаны с данными о влиянии на окружающую среду данного продукта во всем жизненном цикле этого продукта. Это, конечно, огромный вызов, который перед нами видим, о котором мы поговорим побольше во время сегодняшней сессии. Но этот эффект – это более прямое обеспечение информацией частных потребителей либо на уровне B2B. Это, возможно, поможет нашей экономике быть более экологической. Это главная идея, которой я хотел поделиться. Надеюсь, что я не перебрал время. Если хотите узнать побольше, вы можете углубиться в эту тему, покупая учебник, книгу или заходя на те ссылки, которые я вам показал. Большое спасибо. Это действительно было очень полезно. Сейчас я хотел бы показать, попросить взять слово Матья Пакетса из Амазона. Здравствуйте. Надеюсь, что вы меня слышите. Я здесь из Амазона. Это Кара Хурст. Я очень рада, что я могу с вами встретиться, поговориться. С вами большое спасибо за приглашение от ИФГ, чтобы я могла поделиться тем, что мы делаем в Амазон. Я начальник по вопросам развития и по исполнению глобальной функции в области уравновешенности в Амазон, а также во всей работе, которую мы выполняем в области продуктов, а также присутствия в разных местах в мире. Использование масштаба в Амазон и наших главных преимуществ в области инновации позволяет получить, добиться уравновешенности. Я хочу вам показать те решения, которые мы разработали. Я хочу вначале, в контексте этого разговора, рассказать о проекте инициатива уравновешенности данных Амазон. Это инициатива, которая касается уравновешенности в исследованиях для того, чтобы расширить международный сбор данных. Каким образом такая уравновешенность может способствовать снижению изменений климата в рамках разных действий Амазон? Такие организации, как NOA или NASA, или правительство Queensland, мы также идентифицируем ключевые наборы данных в Cloud. Такие спутниковые данные, а также гидрологические, также имиджи. Все эти данные были доступными, но мы работаем также, как наблюдатели Земли. И эта группа дает доступ к технологии Cloud, и благодаря этому можно использовать наблюдение за Землей именно в исследовании. Это доступно также для африканских стран. Это беспрецедентное действие, которое позволяет этим данным использоваться в дальнейшей работе. Мы собираем эти данные для того, чтобы они предоставляли ценную информацию в области приостановления и предотвращения таких вопросов, как наводнения. Тут входят вопросы использования земель, доступа к воде. Мы также занимаемся чистой энергией, мы хотим использовать эти решения в широкой деятельности. Это один конкретный пример тому, каким образом объединение данных, а также использование технологии Cloud позволяет нам продвигать наши действия также и в области изменения климата. Давайте перейдем к уровню макро. Amazon взяла на себя обязательства в области климата. Мы хотим добиться климатической нейтральности до 2030 года. Это обязательство мы взяли на себя годом назад с каким-то глобальным оптимизмом. Начальник этой инициативы был также начальником Парижского соглашения. Мы делаем все возможное, чтобы идти по этому пути до нулевого уровня в 2040 году. Мы хотим обеспечить энергию, которая является в 100% возобновляемой. Мы также обеспечили 100 тысяч электрических средств транспорта. Мы также хотим финансировать проекты по залезению. Мы также очень большое значение придаем покупкам онлайн. По-нашему это намного более эффективно энергетически, чем когда мы едем в магазин. Три года назад мы разработали модели, которые охватывают матрицы, которые имеют свою цель в снижении эмиссии кислорода. Мы заговорили об электрических средствах транспорта. Мы также хотим устранить поездки на машине. Мы хотим ограничить поездки в магазин. Мы передаем информацию онлайн на тему изменения климата и на тему наших действий. Мы делимся этой информацией. Она сейчас доступна широким группам граждан. Большое спасибо. Спасибо, Кара. Еще раз большое спасибо. Я очень рада, что Амазон предпринимает такие меры. И не во время вопросов ответа, мы еще с вами поговорим. Я вижу, что в нашей встрече участвует много участников. Это не важно, что они попросы. Да, действительно, в чате очень много дискуссий. Я не вижу много вопросов. Так что, пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, заходите к P&A и задавайте вопросы. Это Марта. Ты один из основателей платформы, которая задача – помочь бизнесу реализовать такие проекты, как те, о которых говорили, Кара. Это можно, пожалуйста, вы можете больше за вашим статистом? Конечно, конечно, большое спасибо. Большое спасибо за приглашение к этой встрече. Эти инициативы, о которых мы слышали в Амазоне, это замечательные инициативы. Многие фирмы участвуют в похожих проектах. Они показывают прогрессивность, берут на себя прогрессивность, существенные обязательства, которые связаны с климатом. И чтобы такие фирмы, как Амазон, могли ответить на требования в этой всей цепочке ценностей, мы должны в эту цепочку ввести малые средства предприятия. И мы должны поддерживать малые средства предприятия именно в этой цепочке ценностей. Это связи с тем, что они, принимая очень важные математические обязанности, они поддерживают лидеров этих в этой цепочке. Например, они берут на себя обязательства в области возобновляемой энергетики. Малые и средние предприятия создают генетические хабы и могут уже обгадить для обязательства, которые узнаваемы на международной сцене. Мы слышали о компании Racing Zero, сейчас проводится дискуссия на ее тему, это широкая часть, где рамочная аккаунт генета ОМПО и Генетем говорила о этой, в принципе, рейде Zero, о том, чтобы все инвесторы, инверситеты, корпорации, предприятия, чтобы их объединить за один столом, чтобы они реализовали одну конкретную цель, чтобы они реализовали принятые обязательства. И чтобы это было в согласии СДИ парижских соглашений фирмы, у которых сотрудников тоже могут присоединиться к этим узнаваемым международным обязательствам и тоже могут действовать свои ресурсы, которые причиняются к сокращению эмиссии выбросов двойкисти углерода. Они могут также пользоваться различными решениями из списка мотивационных мер и могут участвовать в других политических финансовых инициативах. Давайте посмотрим, как это выглядит в контексте малого бизнеса или в контексте этой цепочки ценностей. Большое спасибо. Дэвид Ченсен, может, вы сейчас взяли слово, вы сказали когда-то, что образование вышло в контексте, когда мы понимаем, сколько глубокие действия, которые предпринимаются Амазоном, и как важно, чтобы эти предложения были задействованы нейтрально для изменений климата. Информация очень важна, и очень важно, чтобы она была видна для клиента. Модель, потому что реализовали программу в ООН Европе. Эту программу называется «Обновение климата». Благодаря решениям потребителям проще покупать продукты, которые три дружбы для окружающей среды. Когда мы посмотрим на различные группы, на различные объекты, на так называемые третьи стороны, то все же выживанные программы, которые в покупку проникают то, как производятся продукты, которые сосредотачиваются на то, как производятся продукты, то мы для них создаем специальные программы «Обновение климата» «Обновение климата» и клиенты покупают продукты, а не видят, кто находится в сертификате, что это сертифицированные продукты по конкретной причине, что это за продукты, в марках, и почему они получатся сертификаты. Это очень важный способ в предоставлении информации в том, что сроком вашей стабе. Я думаю, что такая информация, как масса, упаковки, из чего она производится, это иногда существенная информация, которая может предоставиться частью партнера. Так что мы стягиваем партнеров для того, чтобы верифицировать такую информацию, чтобы она была достоверной. Мы очень рады, что мы запустили такие меры, что мы можем их показать, что клиенты могли искать конкретных продуктов, которые производятся благоприятно для окружающей среды. Мы очень гордимся этой программой. Есть еще вопросы? Да, есть вопросы. Я думаю, что это вопрос, который еще появится, когда мы будем говорить про поправые технологии и их влияние на наше физическое здоровье. Мы об этом поговорим позже. Сейчас я хочу отнести к следующему. Как вы считаете, развивающие страны, есть ли смысл, чтобы там вводить экологические элементы для развивающихся экономики, для фирм, которые организуют торги, как можно вводить здесь такие решения? Мне кажется, что мы только в самом начале такого пути, что мы должны применить и пользоваться помощь в области интегрирования всей информации, кроме стандартной цены. Это значит, что мы будем вынуждены немного отойти от тематики цен. Нам нужны элементы индикации для решений о покупках. У нас сейчас больше данных, больше экологических данных, но нам нужна больше поддержка еще в этой области. Мы будем введения, мы будем внедрять больше автоматизации. заодно мы будем интегрировать экологические, общественные вопросы. Информацию можно, мы находимся в самом начале пути. Луис? У нас еще время на один вопрос. Или идем дальше? идем дальше, мы продвигаемся и переходим к следующему вопросу. И переходим к господин господин Аббас показал, что использование права и технологии дает замечательную энергию в разных секторах экономики и это просто фантастика. Но что еще важнее это то, что есть воздействие на создание новой цепочки ценностей, на создание новых решений и перейдем к второй области нашей дискуссии. К тому, что может отрицательно обновлять на снижение, как можно сокращать это отрицательное воздействие. Давайте посмотрим на снижение тем, как в организации сектор Аббас может воздействовать по темно-кому. Здесь есть три сектора наших вопросов. Первый сектор касается непосредственных образов двух цифровых вопросов. Это связано с производством, с тем, как, например, появляется новая грузка цифровых областей. Второй сектор связан с косвенными эффектами использования этих цифровых устройств, как и давляются другие области на транспорт, логистику, облигнение бизнеса. Мы уже говорили о них. И третий сектор вопросов связан с психологическим фактором нашего, это касается наших поведений, наших предпочтений относительно технологических устройств. Это вот эти три точки, с которых мы посмотрим на управление интернетом. Давайте начнем именно с этого. Я думаю, что сегодня сейчас мы можем перейти представление участников дискуссии в этом пикнене. с госпожей Майей Орнудабальд, которая является представителем телефоники, которая является руководителем BlackFact Foundation, и она представляет перспективы бизнеса, и она идеально подходит эта перспектива под нашу дискуссию. я начну обращение в доктаже My Agnodevel, которая поделится своим опытом, надлежащей практикой и своей жизни. Что можно сделать у вас 5-6 минут? Вам предоставляется слово. Большое спасибо, спасибо за видение, за то, что вы меня представили. Спасибо, что пригласили телефонику, чтобы мы могли поделиться своим опытом и поговорить о сокращении специального депрессации. Я предлагаю, чтобы посмотрели, что такое телефоника. Может, некоторые заставляют, что это фирма из сектора электросвязи. На нахождении Европы мы тоже действуем в Америке. Наш здесь это прежде всего Испания, Бразилия и Грекобритания. Когда мы посмотрим на равновешенную стратегию и посмотрим на вопросы равновесия, то много здесь помогает добиваться прогресса и равновешенного мира. это об этом уже говорилось во время первых сказаний, так что мы одно пытаемся сократить наши действия на окружающих людях, пытаемся предоставить решения, которые позволяют сокращать природу. Наши климатические цели, наши цели, они согласны с сценарием полтора градуса, мы уже говорили о наших десятках, которые относятся к 2023 году, но уже на нашем рынке мы намного меньше энергии используем. Для нас очень важен вопрос для логистики, чтобы это сокращать, для нас сокращение очень важно, сейчас мы редицируемся, мы хотим это сократить на 90% по отношению к 2025 году, это все нас приводит к обнижению выброса в двойки сей углерода, мы взяли на себя обязательства, чтобы стать энергетикой нейтральной компанией до 2025 года, мы хотим присутствовать тоже выбросы в цепочке стоимости, ценностей и наших целей предусмотрено назначение для решения 2025 года, это позволяет нам проводить экологические меры в мы берем обязательства, чтобы поддерживать клиентов, чтобы помогать им избегать производства выброса двойки сей природы, мы хотим использовать для этого различные технологические инструменты, как можно добиваться таких целей, мы редактируем образ двойки силу геоурона и так мы можем рассматривать наши сети о энергетике и энергетической эффективности, с этой целью мы пользуемся экологическими технологиями, мы удаляем старые технологии, которые мы использовали в прошлом, мы используем разные новые технологические решения, которые мы играем в наши проекты, мы стараемся сокращать использование электрической энергии, мы идем в направлении, чтобы использовать чистую экологическую энергию, разные методы, которые мы работаем, от обстоятельств, которых мы находимся, достигать восстановления дозначных людей, которые мы подписали в Мехико. Мы сокращаем наше генерирование в наших собственных объектах. Помня о зеленых экологических решениях, мы стараемся тоже использовать контенциал декарбонизации экологических исторов. До сих пор до сих пор мы имитировали две зеленые амбликации и как айдис и мы должны помнить и остальные мы должны только помнить о хороших результатах, а мы допускаем положительных результатов, мы сократили во всем мире на 50% наши выбросы, трафт, конечно, увеличивается, но мы все равно сокращение на выбросов добились. Большое спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово госпоже Лилии Ренабуцое, замечательной премьер-менеджер руководителем IT и представителем молодежи западной Африки. Сейчас она работает на государстве кайфлаб и она поделится своим опытом, что касается развития потенциала в области поддержки экологии и сотрудничества с локальными общинами. Пожалуйста. Большое спасибо. Я приветствую всех. Я приветствую из Африки. Я предношу мое изведение за то, что я сижу немного в темноте, но я постараюсь все-таки эффективно пройти вопросы, рассказать про то, что делают молодые люди, что касается интернета. Я начну с того, почему я вообще заинтересовалась данной темой, темой, которая лежит на грани экологии интернета. Технология становится очень важным элементом нашей жизни. Сейчас мы живем онлайн на части системы. Мы не работаем просто в изоляции, и поэтому я хочу начать с того, что мы делаем, что происходит в Гане, что происходит в нашем регионе, а потом поговорю о том, как электроника и технология влияют на нас. А за этим, если я успею, я расскажу о ситуации в Гане, в Западной Астрики. Так что я постараюсь бросить некоторые света, что сегодня здесь происходит. Возможно, Аст заинтересует то, для некоторых людей это немного такое большевое благо в развитии технологий. С одной стороны, позволяет проще продавать, покупать. С другой стороны, эти возможности должны объединять общество. людей живут в одной местности, которые в окрестностях работают, которые находятся в окрестностях локально, то есть задуматься о том, как действия являются окружающими людьми. Здесь происходит загрязнение окружающей среды за счет использования новейших технологий. Добывают ситуации, бывают люди, которые вынуждены покидать свое место жительства. Бывают ситуации, когда видно именно такое воздействие технологий, следы, которые пытаются с этим бороться, правительство пытается бороться, необходимо задуматься, что можно сделать еще. Я сейчас говорю с своей точки зрения. Необходимо подумать о том, какие меры можно пересклиять в Гане, чтобы ситуации. Что касается фестиклика, то в Гане он происходит неформально. Так что мы думаем над тем, как формировать людей, как можно участвовать в вторичной переработке, как можно в этот процесс, под этот процесс обучить новые технологии. Многие просто не знают, как утилизировать продукты правильно. Когда приходит время, чтобы об этом поговорить, то эта тема как-то удаляется, я ее пренебрегаю. понимаем, что недостаточно индивидуального подхода, нужно более всеобъемливейший ответ, подход. Мы молодые дети, такой молодежный проект. Это проект цифрового развития. Да. кажется, какие-то технические проблемы, мы потеряли интернет-соединение, ничего не слышно. Нам необходимо немного подождать, поэтому сейчас мы перейдем к вопросам. Мы услышали много интересной информации. одно у нас есть момент для вопросов и ответов. Так что, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Может, модератор мне поможет прочитать эти вопросы. Может, будет записать вопросы в чате, тогда проще будет их прочитать. меня слышно? Слышно меня? Да, слышим. итак, я вернусь в отношении света идеи. У нас есть собственные рекомендации по поводу экологического интернета. призываем правительство, мы призываем различных игроков потенциалу. Во-первых, того, чтобы они активно пытались редуцировать отрицательное воздействие технологий на окружающую среду. потенциалу. доступ к различным продуктам электросвязан продвигает равновешенное развитие, но мы должны развиваться, учитывая экологию и учитывать воздействие цифризации на экологию. Посмотрим, как будет в будущем. нужно действовать синхронно. Наша следующая рекомендация, которая содействует к точному развитию, связана с тем, что воздействие интернета, это воздействие должно быть явным. Общество должно соответствовать информацию на эту тему, и тогда общество может предпринимать соответствующие меры, соответствующие действия. Общество необходимо понимать, всем необходимо понимать эту ситуацию. Предоставление информации поможет нам добиться прогресса в этой области. Я говорю не только о индивидуальных усилиях. Нужно говорить, общаться с нагресси неразонсованными людьми, делиться нашими рекомендациями, чтобы люди понимали, какое важное понимание, понимание, чтобы у них были инструменты, которыми смогут пользоваться для решения проблем. мы добились, мы создавали рекомендации и мы надеемся, что в будущем добьемся большего и надеюсь, меня уже будет хорошо слышно. Спасибо. А теперь хочу попросить нашего модератора прочитать вопросы. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Электронные отходы являются огромной проблемой. Как нам справляться с этими отходами, как пройти к экономике замкнутого вращения? И третий вопрос со стороны Кристофа, касающийся влияния технологий на среду. Тут поощряются потребители, чтобы они покупали каждый год побольше рекламных материалов, побольше материалов, а это означает побольше отходов. Пытается ли сектор изменить эту тенденцию, чтобы постоянно менять свое оборудование? и вопрос к нашим панелисткам. Кто хочет ответить на вопрос, касающийся электронного оборудования? Что касается 5G, когда у нас новая технология, нам нужно подумать о более широкой перспективе. Поможет ли данная технология нашим клиентам снижать эмиссии? Позволит ли нам она снижать эмиссию в энергетическом секторе, транспортном секторе? Наверное, да. Но нам нужно думать о бэко-дизайне сети и думать об этом с самого начала. Мы в состоянии это делать, мы заставлены это делать и плюс еще нам нужно устранять старые технологии. Мы в электронике включаем 5G, но выключаем 3G. Когда запускаем новую технологию, нам нужно одновременно думать о том, чтобы избавляться от старых технологических решений, потому что если мы будем добавлять новые к старым, тогда увеличиваем на самом деле потребление энергии, электричества. Когда думаем об энергетической эффективности, 5G это должна быть технология, которая будет более эффективной. Когда думаем об оцифровке, нам нужно принять во внимание полную перспективу. мы должны внедрять новые технологии, опирая их на возобновляемые источники энергии. И нам нужно также отключать старые технологические решения, думать обо всем этом одновременно, а также иметь инновационный подход к новым услугам, то есть использовать весь потенциал оцифровки. Это все, что касается 5G, у нас есть исследования касающиеся эффективности 5G по отношению к 4G, и это на 90% более эффективная технология, если ее внедрить, конечно. А что касается самого электронного оборудования или электронных отходов, здесь очень много разных сторон, потому что с одной стороны у нас электронное оборудование. Нам нужно поощрять даже не перерабатывать это оборудование, но использовать заново. И даже эффективный дизайн с самого начала, это мы продвигаем, мы стараемся таким образом поступать, разговаривать с нашими клиентами. Я знаю, что нам предстоит сделать еще больше. Мы хотим, чтобы наши клиенты были частью этого решения, чтобы они были более инновационными. Мы инвестируем в Экодизлайн, используем биодеградируемые пластмассовые материалы, но нам нужно также вовлекать наших клиентов, чтобы они обо всем этом знали, но многое сейчас происходит на рынке. Например, информируем наших пользователей, является ли данный мобильник более дружественным окружающей среды или нет. Спасибо большое. Кто хочет это прокомментировать? Кто хочет еще присоединиться к нашей дискуссии? Я хотела добавить к тому, что было сейчас сказано, раньше это появилось в предыдущей сессии. Дело не в 5G, потому что нужно иметь технические знания, но я заметила, что если решение не является уравномешенным, оно не является также интеллигентным. Мы считаем, что на рынок нужно выводить такие решения, которые являются равновешенными, которые дадут эффект в этой области. Только таким образом мы в состоянии гарантировать, что такое решение будет интеллигентным. решением решением. еще один момент. Наверное, есть методы, чтобы предлагать технологии и решения всем в мире, смотря перспективы уравновешенности. Я видела, что некоторые компании иногда предлагают нам информацию, которая касается уровня эмиссии. Это требует иногда того, чтобы это пояснить побольше. Но это информация, которая для нас полезна. также для молодых людей, которые стараются добывать знания на тему того, что происходит. появляется решение, информация является понятной, но не для всех, потому что данная информация должна предоставляться таким образом, чтобы все были в состоянии ее понять. Поэтому если хотите, чтобы у вас было что-то уравновешенное, интеллигентное, нужна коммуникация, которая это довольно четко представляет. И также нам нужно, чтобы люди это поддерживали, потому что этому что-то не достает, но существует понимание для данной концепции. Нам нужно понимать, что если решения разрабатываются, это значит, что они нужны существовать субъектность и очень четкое понимание этого. Даже в маленькой части мира, когда говорим опять, как это может дестабилизировать некоторые понятия, понятия действительности. Мы это понимаем очень хорошо. и мы хотим быть в состоянии наблюдать мир и управлять этим. То есть мир должен быть достаточно уравновешенным. Нашей задачей является то, чтобы подключить наших граждан к этим решениям. Нам нужны такие решения, которые позволяют на то, чтобы элемент уравновешенности был также интеллигентным решением. Спасибо. Я это ощущаю таким же образом, когда говорим об информационных технологиях в наших пузырях, но вне этих пузырей слушатели вообще не знают, что мы хотим сказать. Очень хорошо. Я предлагаю тогда, чтобы мы перешли к следующей части. Большое спасибо всем участникам за комментарии, за вопросы, потому что они являются самым ценным вкладом в нашу дискуссию. И, как видим, ситуация является очень динамичной, как и наша дискуссия. Наша общая цель это то, чтобы сделать все возможное, чтобы снизить влияние на окружающую среду оцифровки. Мы должны помнить о наших действиях и инициативах. А вопрос, который я бы хотела задать сейчас касается того, существует ли что-нибудь еще, что мы можем сделать для того, чтобы снизить эмиссии 2-х углерода в результате наших ежедневных действий и усилий. Ответ очевиден. Существует несколько вопросов, которые я хочу представить для дискуссии. Первый вопрос касается использования электроэнергии из возобновляемых источников энергии для того, чтобы заряжать батареи нашего электронного оборудования. Иногда мы можем это таким образом делать. И второй вопрос это то, о чем мы говорили раньше. То есть уравновешенное использование этого оборудования путем попыток использовать их как можно дольше до того, как мы решим их устранить. И существует еще очередная тема, связанная с попыткой гарантировать то, что существует профессиональная утилизация этого оборудования. Нам нужно помнить об уравновешенности и о будущем окружающей среды. Это всего лишь несколько приложений, но они являются хорошим способом, чтобы перейти к последующей дискуссии. остался еще один сегмент, последний сегмент нашей сегодняшней встречи, но он настолько важен, как и остальные. Я перед словом Майклу, который является глобальным меньшим в развитии СМИ, а также редактором, автором свыше 50 публикаций на эту тему. Он будет сосредоточиться на именно теме данных и использование данных для окружающей среды. Особенно будет говорить о сборах данных, о big data, для того, чтобы отслеживать эмиссию и информировать об эмиссии в окружающую среду, для того, чтобы эти знания можно было внедрить в бизнес-решение. Думаю, что это ключ к будущему. Я надеюсь и уверен, что господин Окья передаст вам ценную информацию на эту тему. Я хочу передать слово господину Окья. Мы располагаем около 20 минутами на этот сегмент нашей встречи. Большое спасибо. Меня зовут Майкл Окья, и это для меня одно удовольствие представить вам наших двух говорящих и саму сессию. Я здесь выступаю как представитель коалиции по правам и возможностям интернета. Это моя ежедневная работа. Я являюсь спикером по уравновешенности интернета уже долгие годы. Я начинаю этот сегмент обращая внимание на прогресс, который мы сделали в области управления интернетом, а также уравновешенности в правительстве. И нужно объединять эти спекты. Мы сейчас проходим валидацию. Вопрос окружающей среды и управления интернетом имеет довольно трудную историю. Нам нужно включить такие вопросы, которые затрагивались на ИГФ. Но это тема, которая тесно связана с уравновешенным развитием с правами человека, с международными усилиями по борьбе с изменениями климата, например, КОП и цифровым включением. Многие эти дискуссии проходят силосным образом. То есть мы не очень делимся идеями в этой части нашей встречи мы хотим поговорить о том, насколько важно то, чтобы осознать, что три ключевых компетента должны быть затронуты. Первый элемент это роль цифрового развития. Второй вопрос связан с второй стороной медали. То есть нужно показать, что ICT и инфраструктура являются уравновешенными с перспективой проекта производства уровня эмиссии и жизненного цикла. Этот текст будет сосредоточиваться на третьем критическом лимите, то есть на данных, которые являются моторной силой этой технологии. Какие данные нужно использовать, чтобы оценить вопросы, связанные с окружающей средой, как изменение климата. И мы затронем также эти вопросы, которые были уже затронуты во второй сессии, как мы можем показать данные с участием частного и публичного сектора, как можем отслеживать такие вопросы, как например эмиссии парниковых газов, как можно отслеживать эти эмиссии и создавать крепкую сильную экономику. Я хочу представить Энсона, который является шефом программы UNP, который представит работу группы по вопросам цифровой трансформации UNP и расскажет нам, как наша технология может использовать Big Data и какое влияние имеет на политику. Пабло Хоса тоже будет выступать, он директор по вопросам стратегического вовлечения, он является директором одного из наших пяти интернет-реестров и также показывает, как бизнесмены и другие субъекты могут сотрудничать в рамках технологии 5G в свете климатического кризиса. Дэвид, вам слово. Дэвид, у тебя микрофон не включен. Большое спасибо за то, что вы мне это сказали и спасибо Майкл за отличное представление. Вы все видите мой экран, видим. Отлично. Это для меня большая честь, что я с вами. Я восхищен тем, что эта тема затрагивается на главной сессии ИГФ. Это замечательное претендентное происшествие. Я рад, потому что моя презентация связана именно с климатическими изменениями и предотвращениями в практических шагах. У нас две ключевые тенденции на нашей планете. С одной стороны, у нас разные кризисы окружающей среды. Это климатический кризис, кризис природы и кризис загрязнения. Конечно, все действия, которые этого предотвращают, не предпринимаются такими ритмами, темпами, чтобы могли этому помочь. Нам нужен рост в доступности данных по окружающей среде и климату. У нас беспрецедентный доступ, который предоставляется в рамках темпа, в рамках масштаба, цели, источников и пространства. Со стороны академической среды многие эти данные имеют пространственный характер. Мы в состоянии увидеть, откуда поступают эти данные, какой контекст окружающей среды они имеют. Так что все это очень значительно. И вопрос к этой панели. Как нам внедрять эти данные об окружающей среде, а также матрицы по уравновешимости для того, чтобы решить все эти общепланетные кризисы. Это проблема, которую нам нужно решить в этом секторе. И надеемся, что ИГФ поможет справиться с этими вызовами. Интернет является самой удачной информационной архитектурой в истории человечества. когда посмотрим на цифровку уравновешенности, как можно вовлечь интернет в нашу службу, как научиться, как управлять им, когда экономика развивается с аналоговой цифровой. Нам нужно подумать о том, как использовать цифровые сети, как воспользоваться цифровой экосистемой и как иметь вклад в цифровую экосистему и как создать модель управления с участием многих заинтересованных сторон для той новой экономики, которая обучается, которая имеет свои рычаги в рамках процессов, которые имели место на протяжении нескольких последних лет. Это два ключевых вопроса, на которые нужно ответить. то, как ЕГЭ может вовлечь интернет и цифровую архитектуру для того, чтобы они придавали темпов защиты окружающей среды, как этот форум может повлиять на то, чтобы эта архитектура, эта технология была инклюзивной, открытой, доступной. Мы можем ввести разные нормы уравновешенности в операционную систему цифровой экономики. Для того, чтобы это сделать, нам нужно осуществить четыре цели, которые для нас являются важными. Первая цель связана с урегулированием цифровой экономики. Как нам позволить регуляторам так, чтобы урегулирование выполняли цели, которые предусмотрены для экономики. Как нам это делать решительным и быстрым образом. Как помочь инвесторам в доступе к данным о рисках и шансах в области окружающей среды. В-третьих, нам нужно сосредоточиться на стороне, связанной с производством. Как можно делать доступными данные об окружающей среде в рамках цепочки поставок всех продуктов, а также во всех цепочках ценностей. Как сделать субъектными потребителями для того, чтобы они приняли уравновешенные образы жизни, а также выработали навыки путем алгоритмов, фильтров и цифровых техник. И в конечном итоге, как это можно объединить путем цифровой экосистемы для планеты. Это объединение данных, инфраструктуры, внутренней информации, а также децентрализованных рамок управления. Таким образом, у нас четыре столпа экономики, которые должны иметь доступ к этой аналитике данных, которая нужна. И в конечном итоге, мы в этом моменте истории в контексте управления интернетом, чтобы помочь в оцифровке технологии для окружающей среды. УАНЭП сейчас принимает цифровую трансформацию для уравновешенности окружающей среды. Мы хотим работать вместе с заинтересованными сторонами и ответить на ключевые темы. Я потом буду затрагивать эти темы. Первый вопрос связан с тем, как можно построить децентрализованную сеть как цифровое благо, общественное благо. Как эти данные могут быть лицензированы, распространены и как может контролироваться их качество. Как мы можем использовать бизнес-модели для того, чтобы платить за эти цифровые общественные товары и какие принципы и обеспечения нужны для того, чтобы обеспечить сотрудничество публичного и частного сектора. Это отличный шанс для всех заинтересованных сторон во всех этих областях, чтобы объединить усилия, чтобы использовать данные и провести цифровую трансформацию для спасения нашей планеты в рамках нашего сотрудничества. Спасибо большое. Большое спасибо, Дэвид, Павла, если ты готов, сейчас я тебе передам слово. Здравствуйте, приветствую из Австралии, у нас три часа ночи, но надеюсь, что мне удастся высказаться со смыслом. Я хочу поприветствовать Дэвид и ИГФ, я думаю, что ИГФ может помочь с этими вызовами, которые так хорошо были объяснены. Для меня это огромный вызов, что я здесь виртуально. эта встреча имеет четыре главные темы. Впервые за 14 лет появляется тема окружающей среды. Это огромный вызов для интернет-общества, чтобы предпринять действия, чтобы улучшить состояние здоровья нашей планеты. с исторической точки зрения такие организации, как Эйбини, как моя организация, занимались управлением интернетом. В первую очередь шла речь о координации технологических данных, как, например, адрес IP. Раньше предлагалось, чтобы управление интернетом сводилось к тому, как управлять интернет ресурсами. Мы участвовали в этой дискуссии, мы поддерживали подход, который опирается на сотрудничество, то есть это техническое сообщество с другими заинтересованными сторонами должны вовлекаться именно в управление интернетом. И у меня короткая мысль, которая касается усилий, связанных с тем, чтобы интернет был доступен во всем мире. Почти половина мирового населения уже имеет доступ к интернету, но усилия, которые к этому добили, были настолько трудными, как и те, которые связаны с другими коллективными проблемами. И тут модель, которая опирается на сотрудничество, является необходимой. Это не маленькое предприятие. ИГФ сыграл огромную роль. за годы управления интернетом мы говорили о цифровой трансформации, как она переводится на изменение климата. И оказывается, что 68% именно столько составляет разрыв в данных, пробелы в данных, в оценке основных переменных, связанных с изменениями окружающей среды. Надеюсь, что эти данные помогут нам спасти планету. Я хочу тут предложить кое-что. Мы с Дэвидом разговаривали во время ательеров во время региональной встречи. Можно многое говорить о потреблении энергии именно нашей областью и ЦТ. Но что касается углевого следа технологий 5G мы многое не изменим. Мы можем изменить многое в области цифровой технологии именно благодаря более эффективному управлению. Я хочу перевести концепцию Дэвида на IGF. Мы говорили о цифровых сетях, об интернете, как информационной системе. Это сотрудничество между интернетом и теми, кто работает во благо окружающей среды. Как можно помочь создать эту модель? Этого будет достаточно. Я не в состоянии найти более подходящее место, чем IGF. Региональные организации, представители правительств, аналитики, ученые, разные компании объединяются, даже те, которые занимаются решениями клауд, также и те, которые занимаются климатом, они здесь встречаются и смогут создать такую платформу по управлению данными об окружающей среде. Поэтому мы поддерживаем эту инициативу и мы на самом деле предложили такую инициативу именно IGF, чтобы создать форум об окружающей среде. И это может нам бросить свет на опыт IGF в области управления данными. Здесь появляется возможность сотрудничества, где IGF может в очередной раз доказать, что может действовать, думая об интересах, о благе планеты. Такое приложение, чтобы использовать IGF во благо окружающей среды. Я попрошу, чтобы представители всего нашего сообщества присоединились к этой инициативе. И на этом я, пожалуй, закончу. Спасибо большое. Я благодарю вас за вашу работу. Хочу спросить, есть ли вопросы нашим участникам. Я сейчас читаю чат. Смотрю, есть ли вопросы. У нас ждет вопрос. решение в экологическом кризисе требует системных изменений, которые должны были начаться уже вчера. Какой состав этой системы, с которой сектор электросвязи может работать? И кажется, я не совсем понимаю этот вопрос. Может он будет? Хочется ответить на этот вопрос. Телси тоже больше работает в этой области. У них есть обсчет на эту тему. Может Лу захочет ответить на этот вопрос, потому что с моей точки зрения нам необходимо начинать с транспарентности. Что касается откуда берутся загрязнения в образы, насколько мы близко, насколько мы далеко от поставленных целей. Все начинается с транспарентности. Это вопрос связан с тем, чтобы собрать ответственные данные, публиковать все, чтобы проверить, как различные компании, правительства справляются с данной проблемой. И первый шаг это составить транспарентные данные. Но я не считаю, что я знаток в этой сфере, что я могу сказать, как с этим справляются компании в области электросвязи. Луис, если ты с нами, может, кто захочет ответить. Я хочу просить заодно просечение у Маркуса, который должен вести эту дискуссию. Маркус, пожалуйста, подключайте, когда тебе удобно. большое спасибо за презентацию. Я уверена, что мы сможем избрать эту ситуацию, это соединение и телекоммуникации и окружающиеся люди, чтобы добыть такие технологии, что все равно они задействовали экологическим целям. Дэвид показал очень четко путь, по которому мы должны двигаться. Для меня очень важно, что публичное мнение, что люди интересуются этими стандартами, что заинтересованность в стандартах огромная, и что использование интернет-ресурсов может содействовать благим целям. И различные международные конвенции тоже играют важную роль в этом процессе, и им тоже необходимо рассчитывать возможности, связанные с цифрозацией. Так что давайте просто пользоваться тем, что у нас есть во благо окружающей среды. Благодарю Маркусу у нас еще осталось много времени для вопросов-ответов. у нас замечательный вопрос от Марки сказано, и этот вопрос касается того, государственного управления, большие предприятия, могли бы они делать больше благодаря соответствующей политике заказов, чтобы действовать во благо окружающей среды. Это не тем, изменим климата, но это все равно соответствует тому климату, о котором говорили клипку. Ведь эти интернет-покупки это важная часть этого процесса. Может вы захотите посмотреть на эту тему, на тему политики покупок, что мы можем сделать еще в этой образе, чтобы поддержать экологические мероприятия. Да, как тоже сказал, во многих странах политика заказов компании, правительства имеют больше воздействия, чем то, что делают индивидуальные потребители, поэтому они могут стать рычагом, что касается развития данной ситуации. Политика покупок это ягодь цифровой трансформации. Конечно, много представителей того, есть ли у нас соответствующая показательность относительно цепочки ценностей. Нам нужен доступ к соответствующим сертификациям, нам нужно понимать эти данные, нам нужны глобальные стандарты, как посчитать воздействия, как измерить воздействие на окружающую структуру, нам нужны порта продуктов. Нужно знать, как различные действия внедрять в политику покупок, чтобы все стало таким единым согласованным циклом. Кто-то еще поднимал руку, кто-то хочет взять смола. Да, я хотела просто согласиться с Девидом, я на 100% согласен. Да, я очень рада тебя видеть. Пабло, вы хотели еще что-то прокомментировать, что касается политики покупок, потому что это большая часть специальной системы, что технологическое общество может сделать в этой сфере. Я оставляю этот вопрос открытым. У меня есть тоже к тебе конкретный вопрос, что касается открытого сообщества, открытой полной, открытой полной. В том, что мы можем ли мы что-то еще сделать, чтобы подействовать транс трансфекторному распространению данной идеи. Мне кажется, что то, что у нас перед глазами, это возможность положительно повлиять на окружающую среду, а это воздействие очень важно. IGS это сообщество, в котором есть соответствующие знания. И это сообщество смотрит на разные вопросы, на разные перспективы. Не только на покупки, но и на другие вопросы. представить такую повестку в рамках IGS, нам нужно задуматься над тем, хотим ли мы, чтобы это стало таким деятельным последовательным процессом, или нам нужны конкретные действия, которые ведут к конкретной цели. Мне кажется, что эти цели, намеченные цели, это экосистема дамок для планеты, это замечательная идея технологическая, экстренция общества, и заинтересованность лиц имеющих и других признаков, которые могут в этом участвовать. Большое спасибо Пабло. Я хочу облагодарить тебя и Дэвида, большое спасибо за то, что Марк включился в эту часть дискуссии. я хочу сказать тебе вы. Я знаю, что я немного не объективна в этом области. Для меня понятно, что сейчас есть очень много места именно в нашем обществе, и у нас есть с чем работать. Мы можем объединять людей, и может, мы можем подключить к этой дискуссии людей, которые в общем к этому не присоединились. Я много работаю над тем, что эта тема все чаще присутствовала в дискуссиях. Я даже не умею объяснить, что я чувствую, когда я вижу, когда это действительно происходит. Это вызывает у меня огромное язва, радость. Я благодарю всех, что это задействует. Я передаю слово Шишневу большое спасибо. Большое спасибо за ваше выступление. Благодарю всех участников нашей дискуссии. Это была замечательная дискуссия, которая показывает, что и частный государственный сектор могут объединяться, сотрудничать и вместе пользоваться данными для построения цифровой экосистемы. А я хочу еще поделиться с вами собственным опытом, опытом человека, который принимает решения, опытом векемистра, который занимался вопросом в Польше, который занимался. В 2016-2017 году вот эта политика обмена данными, эта тема только началась международной уровень. Европейский Союз хорошо понимал, сколько обмен данными важен. Важен этот вопрос. Наше правительство тогда было среди лидеров стран, которые задавили этот вопрос. мы тогда векали на то, чтобы это неформальное действие продолжалось. Это потом стало основой широкой повестки Европейского Союза. Так что вот эти наши старания действительно повлияли на политику Европейского Союза. И я очень рада, что вижу продолжение этих политиков в разных действиях и прокомиссиях, которые мы наблюдаем сегодня, которые происходят у нас на глазах. Я еще хочу поделиться с вами тем, что 11 ноября 2020 августа Европейская Акминия предложить законодательные решения насчет управления данными. Это будет документ, который составит рамки, чтобы создать безопасную инфраструктуру обмена данными. Будут созданы требования и механизмы, которые будут поддерживать обмен данными и доступ к данным публичного сектора в Европейской Союзе. Это только пример, как можно относиться к этой теме, но Киевер очень компетентной и транспарентной. И еще до того, как мы подытожим нашу встречу, я старалась подвести некоторые итоги относительно того, что мы сказали насчет воздействия цифризации на окружающую среду, на изменение климата с разных точек зрения. Мы подытожили, презентовали текущие инициативы, мы проанализировали возможные решения, которые позволят сократить выброс всех рода сектора IT. Мы заодно тоже рассказали о том, как мы в нашей ежедневной жизни можем содействовать различным решениям в области, которые мы здесь обстоят. изменения климата вопросов это все актуальные вопросы. Я хочу еще рассказать о том, что говорилось на его о саке, когда говорилось о устойчивом развитии материала, стандартах энергетической безопасности, безопасной безопасности и эти постановления тоже смогут поддержать все экологические действия технологического сектора. Поэтому мы должны наблюдать даже и за данными на теме окружающей среды, которые предоставляются на других платформах. А еще мы приготовили небольшой сюрприз. это такое голосование для участников. Мы сейчас предложим его. Мы просим вас проголосовать. Вы согласны с этими итогами или нет? анонимный опрос. И это просто позволит нам оценить ваше мнение. Потом мы сможем результаты предоставить на форуме. Так что у вас появится пульт для голосования. И я уже сейчас хочу наперед благодарить за ваше участие в этом опросе. Я оставлю этот слайд. Пожалуйста, проголосуйте. я уже проголосовал. результаты, которые мы опубликуем на сайте АйЧиев. А сейчас перейдем к закрытию нашей сессии. Уважаемые дамы и господа, мы заканчиваем нашу встречу и от твоего имени, и от имени моих коллег, модераторов, организаторов, участников панелей, от всех тех, которые организовали эту сессию. Я хочу поблагодарить за активное участие, для нас это очень ценный опыт. Хочу пригласить вас из всех в Котовице. На 2021 в следующем году я надеюсь, что мы встретимся влечне, и я надеюсь, что у вас будет возможность попробовать телеские и польские блюда, что вы сможете посвятить город и регион. На этот год мы приготовили интересную программу. к сожалению, нам нужно было заотложить на 2021 год, так что в декабре 2021 году мы встречаемся в Польше. До новых встреч. Спасибо. Спасибо господину Шубарту за замечательным модератором и благодарим наших коллег, также тех, кто организовал эту встречу. Вы, я на благодарю благодарю. Благодарю нашего председателя, для которого было очень важно, чтобы вопросы окружающей сети появились во время дискуссии. Майкл, Павло, Дэвид уже говорили о том, что климатического клиента мы не лицем на форуме АДЖЕФ, но АДЖЕФ мы тоже эти форумы так не решим. Так что до встречи в Польше в декабре 2021 года. Спасибо. АДЖЕФ АДЖЕФ Продолжение следует...